Дамы и господа, вас ожидает в Генди Кап Матч. Встречайте, ходячие мертвецы. День добрый, вы смотрите NSW, и вашему вниманию сегодня еще два интереснейших поединка. Первый из них, как вы уже слышали, будет Генди Кап Матчем, и на ваших экранах появляется весьма интересная команда. Я думаю, все, кто смотрели сериал Walking Dead, ходячие мертвецы, понимают, что сейчас может произойти, и почему эти ребята чрезвычайно опасны. Этих двух незнакомцев сопровождает не более известная мне девушка, но, как минимум, нас ожидает что-то весьма необычное сейчас. Ну и да, забыл представиться, для вас буду комментировать все это я, Олег Маналов. Их соперник. Рост 320 метра. Вес 130 килограммов. Агнар! Ой-ой-ой. Ситуация становится вдвойне интересна, потому что эти аплодисменты звучат сейчас совсем не зря. Агнар, это, конечно, один из самых значимых сейчас фигур в NSW, в Нофрич Том Реслинг. И вы только на него посмотрите. Этот человек явно далеко пойдет, и пусть мы не видим его лица, мы знаем, что он представляет из себя на ринге. Надо полагать, для него сегодня не будут помехой даже два соперника. Итак, гонг прозвучал. Агнар против ходячих мертвецов. Первый бой сегодняшнего шоу. Сразу же в стиле зомби пошли в атаку мертвецы, но, естественно, это ничем хорошим не закончилось. Двойной клоузлайн от Агнара. Двойной бэк-суплекс. Ничего себе. Честное слово, впервые вижу такой прием. Агнар, конечно, намного способен сразу же в удержание. Зрители классно реагируют, но три здесь не было только потому, что вот эта вот незнакомка отвлекла судью. Ой-ой-ой. Классная ситуация. Ну, мертвецы пытаются контратаковать, но, похоже, сегодня не их день. Ну, естественно, день никогда не их. Надо ночи ждать. А шоу проводится, в общем-то. Достаточно раннее время. Двойной суплекс тем временем. Синхронно достаточно получилось, да? Ну, нарывается, мне кажется, девушка. Ну, что ж такое. Вряд ли это хоть как-то поможет развитию матча, но... О, вот смотрите-ка. Болевой прием, если это можно так и вам назвать. Я думаю, опасно стягнара будет подстерегать, если мертвецы начнут кусаться. Пока, я думаю, все в порядке. Раскидывает на право и на лево своих соперников. 130-килограммовый атлет. Ну, и, я не знаю, кто-нибудь засек тайминг матча. Я думаю, все-таки он скоро должен закончиться. Ой-ой-ой, лоу-блоу и... Не может быть. Судья ничего не видел, и он фиксирует удержание. Но даже этот прием Агнара не сломил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уоу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Мы возвращаемся на нофинштабрестлинг и продолжаем наблюдать матч Агнара против ходячих мертвецов. И вот после грязнейшего лоу-блоу Агнар перехватил инициативу в этом матче и продолжает выписывать приемы своим соперникам. Самое разнообразное, самое красивое, на радость зрителям. Чок, слэм. Ну и пора, наверное, удержание все-таки проводить. Хотя Агнар, похоже, разозлился на своих соперников и хочет их помучить подольше. Еще один чок, слэм, сейчас увидим. Так! Здорово. Даже это показательное, по сути, выступление, мне кажется, зрителям весьма нравится. Ну и бог любит троицу. Может быть, двойной чок-слэм провести, но в этот раз не получилось. А будет и вторая попытка! Ой-ой-ой, как красиво! Вы опять же видели, насколько синхронно сработали левая и правая рука Агнара. Ну и это еще не конец. Ой-ой-ой. Бомба! Ну, не обделит вниманиями второго мертвеца Агнар. Ну и что? Может быть, все-таки хватит уже мучить эту мертвецу? Ими так не сладко приходится. Действительно, три удара, все. Ну, а что тут анализировать все? Я думаю, и так было понятно. Агнар еще раз показал, что с ним шутки плохи. И все его будущие соперники должны держать ухо в астрон. Кому не повезет следующему, это мы узнаем чуть позже. Что ж, я думаю, нашим постоянным зрителям известен. Этот боец, который с невероятной скоростью сейчас выбегает на ринг через зрителей. Это Егор Соколов из Камчатки 270. Он будет являться одним из участников титульного матча. Который определится первый в истории чемпиона НСВ. Бой пройдет в сентябре на шоу «Битва на Неве». Ну, а кто смотрел наше шоу 26 апреля, то, конечно, помнит, как Велимир Щегай, Минскомата Культ Света, победил в составе этой команды. Антисанкции. Не совсем все это честно было, но, в общем, у этого парня сейчас тоже все в порядке. Он на ходу. Пусть и в одиночку будет бороться сейчас. Третья участница этого матча из Санкт-Петербурга – Альмор! Ну, это настоящий любимец публики. Вы можете это оценить по реакции зала. И сейчас вы также оцените его работу на ринге, если еще не видели. Это Алькор. Ну, а в отличие от своих соперников, у Алькора не так все хорошо. Видите, 26 числа, 26 апреля он проиграл лопатки. Опытному бойцу, безусловно, но проиграл. Рейфер, молись! Трехсторонний матч. Это значит, что все будет разрешено в нем. И сразу же на Алькора напали злые ребята. Он сумеет ответить. Невероятная техника у этого парня, конечно, умеет развивать высокие скорости. Умеет прыгать и летать. Ну, а Егор Соколов решил, что пока хватит с Алькора и атаковал своего напарника на одну секунду, я бы сказал так. Ну, или на десять, сколько они там работали вместе. Жестко атакует Егор. Отличные апперкоты. Безусловно, Егор, как бы себя ни вел, нельзя не заметить его талант. И он будет, безусловно, иметь шанс в титульном бою. Но пока я переходил на инициативу, Велимир и пытается запереть соперника Бостон Краб. И делает это, но нельзя забывать о том, что это трехсторонний поединок. И никто здесь так просто не даст зафиксировать удержание или же провести болевой инцегири. Вот они, аплодисменты. Еще один. Это уже не инцегири, это пиле кик. Это еще круче, я вам скажу. Так. Ничего себе. Врядное количество премов арсенального Алькора. Надо это понимать. И соперникам в том числе. И они решили взять перерыв. Неудивительно. Не то, чтобы они не ожидали, но... Огонь досталась сейчас и Егору, и Велимиру. Они продолжают разбираться за пределами ринка. Ну что ж. Кажется, кто-то сейчас получит. Ой-ой-ой. Зрители сейчас рисковали. На самом деле, стоило отойти, пожалуй. Но Алькор был невероятно точен и никого не зацепил. Никого лишнего. Возвращает он на ринке Егора Соколова. Тут пытается прийти в себя. И действительно, здесь даже хитрость бы имела место. Бэкстобер! Можно удерживать действительно. Раз. Ага. Велимир тоже в деле. Разрывает он удержание. Которое даже до двух не продолжалось. Неплохие удары. Но надо что-то посерьезнее. Снова объединяются в команду. Ну, второй раз этот трюк не прошел. Но уже по другой причине. Алькор совершил что-то невероятное. Двойной нейкбрекер в итоге провел своим соперником. И он уже на третьем канате. 450. Но мимо. Ай-яй-яй. Как же должно быть обидно сейчас и всем болельщикам Алькора и самому. Но оставляет он шансы своим соперникам, которые продолжают разбираться друг с другом. Скорость отличная. И челюсти ломка. Егор Соколов у победу сейчас принесет себе. Но нет. Алькор. Не так уж, видимо, и жестко. Он приземлился. Сумел прийти в себя. И... Ой-ой-ой, что-то непонятное. Еще одна попытка. Ух ты! Вот оно что, оказывается. Это уже другое дело. Это было красиво. Может, это будет удержание? Нет, не будет. А почему? А потому что Алькор решил закрепить свой успех еще одним приемом. А теперь точно все. Раз, два, один. Ух ты. Не все так предсказываемо, как вы думали. Как я думал, собственно, даже. И Клоузлайн теперь уже отвели мира, который, естественно, должен пользоваться такой возможностью. Он и отдохнуть сумел. Он и заставил соперников работать друг с другом. Сейчас у него может быть инициатива даже. Но нет. Держись, Пионер. Действительно кричат в зал. Но Пионеру сейчас досталось. И челюсти ломка теперь уже. Алькору достается. И Егор Соколов теперь близок к победе, как никогда. Но Велимир-то совсем рядом. Велимир был совсем рядом. Что ж, ход за ним. Опа. Жестко приземлил Егора. Выкидывает его за пределы ринга, чтобы остаться один на один с Алькором. Что ж, возможно, это хорошая идея. Ну вот, хорошая идея была залезть на третий канат. Ух ты! Какой Сентон! Раз, два, три! Боже мой. Ну все, это победа, это победа. Горг звучит. Почему-то зрители совсем не реагируют. Похоже, шокировала всех концовка. Ну какой же Велимир молодец. Какой он Сентон провел замечательный. Мы поздравляем вас с победой. И, к сожалению, на этом все на сегодня. Для вас работал Олег Манилов. Смотрите на Фанштабр Рэншлинг. Здесь много интересного. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова